Добрый вечер, дорогие наши телезрители! Вас приветствует телеканал Вечерний Дмитров. И огромное вам спасибо за то, что вы в последний четверг июля, в середине макушки лета, проводите вместе с нами. Сегодня четверг, вы смотрите прямой эфир. Гость нашей студии сегодня это начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дмитровского муниципального района Татьяна Игоревна Потапова. И разговаривать мы сегодня на прямом эфире будем, конечно же, о том, какие благоустроительные работы планируется провести на территории и Дмитрова, и Дмитровского района, наших самых крупных населенных пунктов. Зачем они будут проводиться? С какими проблемами, скажем так, сталкиваются подчас наши архитекторы при проведении тех или иных работ, в стремлении в своем сделать наш район и город более красивым, зеленым, уютным и комфортным, кстати, для нашего проживания. Мы поговорим также о нескольких губернаторских программах, которые реализуются в нашем городе. Ну и ждем, конечно же, от вас вопросов как по интернету, так и телефонных звонков в студию, которые так или иначе связаны с вопросами архитектуры в нашем районе. Итак, звоните по номеру телефона, который вы будете видеть на своих телеэкранах во время всего прямого эфира, либо же заходите на наш сайт Дмитровского телевидения, пишите вопрос, нажимайте Enter, я его получаю, озвучиваю, а Татьяна Игоревна даст исчерпывающий, профессиональный и очень грамотный ответ. Татьяна Игоревна, добрый вечер. Добрый вечер. Я вас сразу поздравляю с дебютом, потому что вы у нас сегодня впервые в прямом эфире. До этого вы у нас достаточно часто комментировали те или иные работы, которые проводились под руководством нашей архитектуры Дмитровской по благоустройству. Потому что я лично вас знаю как автор нескольких интересных проектов по озеленению Дмитрова, по устройству уютных уголков. Это, в частности, теперь дендропарк у крыла нашего нового музея. Совершенно верно. Да, где интересные скульптурки, очень интересная зелень. И очень радостно то, что вы стали у нас теперь начальником отдела. Поздравляем вас. Спасибо. Так что с дебютом и с назначением с этим. И вот у меня всегда вопрос, потому что хотелось задать, сейчас задам прилюдно. Вот архитектура, это всегда предполагает, это очень творческая работа. Она сродни чему-то композиторской, творчеству художников, поэтов. Это творение прекрасного. Прекрасного причем того, которое окружает нас каждый день, мимо которого мы проходим и почас не замечаем. Вот, а вы почему захотели стать архитектором? Ведь это, в принципе, для меня это достаточно сложно. Все спроектировать, нарисовать, просчитать там это все. Вот почему вы стали архитектором? Почему? Ну, наверное, потому что, значит, по большому счету, красота, которая нас окружает, идет изнутри. То, что внутри человека непосредственно, да. И, соответственно, когда человек, скажем так, красив душой, он хочет и создать красивую атмосферу вокруг себя. Поэтому, наверное, хотелось создавать, скажем так, творить какие-то красивые вещи, какие-то проекты, чтобы они радовали, скажем так, глаз жителей нашего района, чтобы от реализованных проектов получать удовлетворение. Это, по большому счету, наверное, самое главное. Ну и, конечно, когда ты видишь, скажем так, реализованные свои проекты и видишь, какое мнение у жителей по этому поводу, безусловно, конечно, это очень, скажем так, приятно. Но что-то послужило толчком вашему решению стать архитектором, выучиться на архитектора? Или это было действительно стремление с детства? Любовь строить замки из кубиков, там, из конструктора, еще есть что-то? Или вы побывали просто, может быть, что-то увидели, какой-то шедевр архитектуры? Может быть, в роду кто-то был, нет? В роду нет. Наверное, скорее всего, это больше, скажем так, мое направление и склад ума. Изначально творческий. Да, изначально творческий. Поэтому, соответственно, как бы, наверное, и направление моей деятельности с этим связано. Понятно. А таких вот эталонов красоты в архитектуре, в дизайне, то есть в оформлении или, например, какой-то город, который вы считаете практически самым красивым, самым идеальным есть, кроме Дмитрова. Это понятно, что это ваш любимый город. На мой взгляд, конечно же, это Москва, Санкт-Петербург. Потому что, скажем так, город Москва, он у нас где-то по возрасту... Но там старины больше. Старины больше, да. Петербург – это имперский город, конечно. Петербург – это имперский город, где много садов таких регулярных, красивых. И, конечно, архитектура. Восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый век, да. Который заслуживает очень пристального внимания отдельного разговора. Согласна. Понятно. Но такие, конечно, масштабные, наверное, проекты, как предпринимаются в Москве и в Петербурге. Но мы город провинциальный, у нас не будут. Но почему же? Да? Конечно. Если не секрет. Ну, я бы хотела, наверное, остановиться на, скажем так, приоритетных развитиях. Это будет. Погодите. В перспективе. Да, в перспективе. Погодите, вы затронули, что нас ждет какой-то вот такой большой интересный проект по реализации архитектурных каких-то замыслов. Ну, архитектурных, наверное, скорее нет. Громко сказано. Громко сказано. Объясню, почему. Потому что у нас сейчас произошло, значит, переспределение полномочий, и часть градостроительной деятельности ушло в правительство Московской области. Перешло. Это связано с вступлением в силу, значит... Ну, поправок в законы, понятно. Поправок в закон, да, Московской области. И на основании этого у нас теперь вся градостроительная деятельность и разработка документов с территориального планирования перешло в правительство Московской области. И за муниципальным районом осталась часть муниципальных полномочий и часть госполномочий, которая согласна также закону Московской области, передана органам местного самоправления, органами госвласти. Поэтому, если говорить о каких-то, скажем так, значимых, грандиозных, то это, конечно, прерогатива правительства Московской области. И полномоченным органом является Министерство строительного комплекса. Но вы же тоже все равно свои идеи какие-то можете реализовывать? Мы идеи можем реализовывать в формате благоустройства комплексного, безусловно, потому что этому сейчас уделяется особое внимание программа губернатора. Комплексное благоустройство территорий. Но, наверное, в этом направлении мы можем... Основная деятельность. Да, основная деятельность. Что касается муниципальных полномочий, я могу на них остановиться более подробно. Потому что в связи с этими изменениями у людей немножечко путаница произошла. Что же теперь осталось у нас в муниципалитете, у местной власти? Неужели только земляные работы? Ну, по большому счету, оформление исходно разрешенной документации ушло у нас в правительство Московской области. То есть на любую застройку, постройку, какое-то что-то... Разрешение на разработку проекта планировки территории. Это не мы. Утверждение проекта планировки – это тоже правительство Московской области. Уполномоченным органом является Министерство строительного комплекса. Значит, контролирующим органом в части разработки документов территориального планирования – это является управление, главное управление архитектурой и градостроительства Московской области. Поэтому у муниципального района остались полномочия по подготовке актов о свидетельствовании объектов индивидуального жилищного строительства для получения материнского капитала. Второе, значит, подготовка местных норматив градостроительного проектирования. Потом вопросы, связанные с СНТ. Это наше садовое товарищество. Вопросов очень много и проблем очень много. Это тоже все в районе. Потом разработка предложений по благоустройству. Это основной блок, которому уделяет особое внимание и губернатор Московской области, и глава нашего района Гаврилов Валерий Васильевич. Это все, значит, комплексные предложения идут... То есть вы предлагаете, а там смотрят. Безусловно. Утвердить или нет? Все понятно. Потом утверждение схем границ земельных участков для выдачи разрешений на размещение объекта без выделения земельного участка установления сервитута. Подготовка и выдача разрешений на размещение объекта без предоставления земельного участка установления сервитута. Смепутательный голос, скажем так. Безусловно. И утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки. Это все муниципальные полномочия. Что касается государственных полномочий, которые нас наделили органы местного самоправления, органы госвласти, это перевод земельного участка из одной категории в другую, утверждение схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Это когда спорные вопросы возникают? Безусловно, да. Потом изменение вида разрешенного использования земельного участка, установление вида разрешенного участка. Технические вопросы. Приведение вида разрешенного использования в соответствии с классификатором, который у нас утвержден в декабре. Потом присвоение изменения аннулирования адресов объектам недвижимости, выдача разрешения на перепланировку и переоборудование, выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое, в нежилое обратно. Потом подготовка и выдача разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства. Подготовка и выдача градостроительных планов, индивидуального жилищного строительства на объекты. Потом формирование земельных участков для дальнейшего их предоставления. Проведение публичных слушаний по вопросам генеральных планов, правил землепользования и застройки. И, безусловно, проектов планировки территории. То есть, чтобы услышать мнение населения. Население. Но решение будет все равно принимать теперь центр, скажем так. Область. Правительство Московской области. Понятно. У вас остались технические вопросы и подготовка всей документации. Безусловно. Вы упомянули перепланировка. Это касается перепланировки жилых помещений или даже в собственном доме везде? Что касается перепланировки, это мы берем в основном квартиры и нежилые помещения. То есть, если человек хочет произвести перепланировку в многоквартирном доме, он должен обратиться за разрешением к вам? Безусловно. Или все-таки можно постфактумом сделать перепланировку, прорезал новые проемы, перенес стены и уже пришел к вам, пожалуйста, придите, зафиксируйте? Не желательно этого делать, потому что не во всех случаях, скажем так, те или иные работы возможны к реализации. Поэтому для этого, когда к нам обращается население, первым основным это подготовка проекта, потому что очень много вопросов по организации дверных проемов в несущих стенах. Не во всех, скажем так, жилых домах это допустимо. Поэтому мы сначала рассматриваем возможные, скажем так, работы, которые планируются к перепланировке. И только после этого даем, скажем так, согласование. Заключение о разрешении. А процесс вот с момента подачи к вам заявки до либо разрешения, либо запрета проведения работы, он большой, составляет? Сейчас я могу сказать о том, что... Примерно. Понятно, что ситуации бывают разные. Значит, есть ли вопросы, которые, скажем так, требуют, как я-то уже говорила, организации, допустим, проемов в несущих стенах, организации, скажем так, переноса помещений, назначения. То есть, допустим, мы переносим туалет в жилую комнату, это тоже недопустимо. Такие вопросы мы рассматриваем на Международной комиссии, в администрации, в которой представители БТИ, Роспотребнадзора. То есть, много представителей, организаций, которые в той или иной, скажем так, сфере компетентны. И общее решение выносится о том, что возможно, либо невозможно. Такие комиссии у нас проводятся раз в два месяца. В основном решение по, значит, обращениям принимается в течение одного месяца. Достаточно быстро. Да. В общем-то, понятно. Лишь бы только люди обращались к вам, да? Да. А у нас вообще, скажем так, это популярный вид, скажем так, деятельность, назовем так? Или все-таки большинство, на ваш взгляд, стараются, ну, перепланировали, и ладно. А вось дом не рухнет. Есть законопослушные жители и населения. Ну, есть, да, безусловно. А есть, которые, скажем так, провели... То есть, люди все-таки стремятся получить разрешение. Стремятся получить, но, скажем так, есть и такая группа, которая сделала, живет, пока не возникают какие-то проблемы. Но там уже вы подключаете, по-моему, жилую инспекцию. Жилую инспекцию. Она достаточно суровая, да, и там штрафы очень большие достаточно. Там, я знаю, что бывает даже вплоть до судебных разбирательств. Да, безусловно. Понятно. А вы в данной ситуации будете, как говорится, только оказывать содействие. Безусловно. Потому что это безопасность населения. Мы упомянули с вами губернаторские программы по формированию и облика населенного пункта, ну, скажем так, городов, да. И, самое главное, комфортной среды для жителей. Для проживания. Для проживания, да. И вот я знаю, что в последнее время очень большое внимание стало уделяться рекламе наружной. К этому подключены самые разные службы. Там и полиция, и ГИБДД, и административно-технический надзор, инспекция, да. И, насколько я знаю, вы. Причем очень много рекламных конструкций, особенно вдоль дорог, их просто подъезжают, спиливают, потому что, оказывается, они и незаконно установлены, и на безопасность влияют. У нас вот ситуация с этими рекламными конструкциями какова? И в Дмитрове, и в Сисном районе. Вы же отвечаете все-таки за весь район. За весь район. Что касается, значит, непосредственно облика в целом и размещения рекламно-информационных конструкций, могу сказать следующее. По большому счету у нас занимается этим, скажем так, рекламой МБО РИД. Это структура, созданная при администрации городского поселения Дмитров. Но, тем не менее, мы входим в рабочую группу, которая создана как раз по формированию облика города в целом. И, значит, в чем, как бы, скажем так, заключается ее миссия? Еженедельно проводятся выезды, и, скажем так, арендаторов, собственников зданий, помещений. Мы, у тех, у которых, скажем так, рекламно-информационные конструкции не соответствуют методическим требованиям, которые сейчас у нас утверждены, выдается предписание, дается срок по устранению нарушений. После этого, если, скажем так, не приняли к сведению, то уже подключается административно-технический надзор, он тоже входит у нас в рабочую группу. И штрафные санкции, да. Но, скажем так, вот реклама, вот эти билборды огромные вдоль дорог, это вот ваша компетенция или нет? Нет, это уже не наша компетенция. Это все-таки там дорожные службы разрешения дают, безопасность дорожного движения, да? Мы, безусловно, скажем так, без согласования с отделом архитектуры это не проходят, но зачастую это все рекламно-информационные конструкции, которые расположены вдоль дорог, они устанавливаются без каких-либо разрешений. Все понятно. То есть вы к этому отношения не имеете? То есть вы контролируете только наружную рекламу на зданиях каких-то, да? Или вот эта выносная реклама сэндвичей эти так называемые? Это сейчас недопустимо. В новых методических рекомендациях билборды, которые сейчас вот установлены в основном на улице Загорской, это у нас, скажем так, больное место в городе и одна из первых улиц, которые мы привели в соответствие, и можем гордиться ей. Но вот, к сожалению, эти конструкции... Но там у нас только, погодите, только тумбы вот рекламные и на магазинах? Нет, я говорю о небольших конструкциях. А, это вот эти вот железки-то эти, распорочки? Распорочки, да, так называемые. Соответственно, как бы вот эти распорочки портят общий облик всей улицы, потому что улица Загорской, это одна из первых... Ну, главная улица, фактически. ...центральных улиц, которые привели в порядок, я имею в виду, по размещению рекламно-информационных вывесок на фасадах, и мы можем даже, я бы сказала, гордиться этой улицей, потому что в целом сейчас идет проработка по основным центральным улицам, тоже по приведению в порядок, упорядочению рекламно-информационных конструкций. Но, к сожалению, есть и места, скажем так... Где вас не слушают, скажем так. Где нас не слушают и продолжают выставлять. Но в целом предприниматели поняли ваши требования новые, которые, понятно, вы должны исполнять, потому что прописывали эти методические рекомендации не вы, не вы автор. Глава архитектура нам спустили. Да, вам спустили сверху. В целом предприниматели понимают, что нужно вывеску поменять, привести ее к каким-то этическим, вернее эстетическим требованиям. Ну, скажем так, есть, которые прислушиваются, которые исполняют, но есть и те, с которыми приходится... Так сказать, долгая работа севам и вашим коллегам из административно-технического надзора. Понятно. Ну, будем надеяться, потому что административно-технического надзора, им бы народу побольше. Тогда бы, да, они могли бы охватить гораздо больше спектра. А то у них полномочий много, а народу мало. Не хватает рук, банально. Ладно, с рекламой, в принципе, тогда все понятно. Потому что вот я к чему, многие люди жалуются, что вот по пути, вот эти большие, именно в дороге, вдоль трасс, которые стоят, подчас отвлекают от дороги, невольно взгляд, хоп, оторвал, на дороге мгновение, подчас, да. То есть, ну, это не ваши, это уже вопросы, понятно. Вообще, что у нас вкладывается в понятие вот создания комфортной среды для населения? Потому что я понимаю комфорт как вот скоро осень уже, не за горами, да, тем более лето сырое. Я пришел домой, тепло, горячая вода есть, трубы теплые, да, то есть отопление есть, да. Можно принять душ, спокойно приготовить покушать, свет не отрубается. То есть вот комфортность, да. А на улице-то вот комфортность в чем заключается? Чтобы грязи-луж было меньше или как? Ну, комфортность заключается, я бы сказала, наверное, в комплексном благоустройстве территорий. И в целом хотелось бы рассматривать не отдельные какие-то, скажем так, небольшие кусочки. Где-то сделали цветник, где-то, скажем так, пандус, да. Да, это актуально, пандусы, да. Чтобы в целом комплексно рассматривалась территория и баланс этой территории. То есть сейчас, если бы... То есть вот один момент, Татьяна Игоревна. Вот если территория, то я понимаю, это вы подразумеваете в городе микрорайон какой-то, да? Или как? Ну, если говорить о микрорайонах, то сейчас... Нет, вот вы сказали территория. Вот в позиции города Дмитрова территория это что, двор между двумя домами или как? Нет, это не, скажем так, не придомовая территория, которая находится внутри многоквартирных жилых домов, а в целом микрорайон. То есть микрорайонам берете? Да. Понятно. И там вы уже смотрите на то, чтобы были тротуары, да? Ну вот смотрите. Или как? Если, скажем так... Ну ладно, раскрою небольшой секрет. У нас сейчас ведется, скажем так, планируется пилотный проект по разработке комплексного благоустройства такого большого нашего микрорайона, как ДЗФС. Что это будет в себя включать, скажем так, эта работа? Скажем так, на этот микрорайон разрабатывается схема комплексного благоустройства территории. Что она под собой подразумевает? Она подразумевает, скажем так, баланс территории. В каком формате? Что было на этой территории? Во-первых, спортивные площадки, детские игровые площадки, площадки тихого отдыха, хозяйственные площадки, парковки для автомобилей населения, озеленение. То есть, чтобы все в комплексе, дорожно-тропиночная сеть продуманная. Потому что зачастую у нас, допустим, в городе, ну, конечно, все это связано с финансированием, были точечные, допустим, поставили где-то детский игровой комплекс, но, к сожалению, не было возможности и финансировать, и к нему подвести дорожку, или обустроить прилегающую территорию, выполнить озеленение. Сейчас мы смотрим на это комплексно. Вот. Что еще? Ну, это обеспечит, конечно, жителям все необходимое для жизни. Ну, в принципе, да. И отдыха. Но дело все в том, что вот такие работы, я просто представляю, вот микрорайон БЗФС, да, вот пятиэтажечки, девятиэтажки, сосны, зелени очень много. Достаточно, в общем-то, тесные сейчас дворы, потому что вот стандартный пятиэтажный дом, это 60 квартир, почти в каждой квартире машина. Вопрос парковки, тротуары, а где же тут, потому что вы сказали хозяйственные территории, это вот, ну, грубо говоря, там вешал, вешала, вот эти-то, да. А тут же детская площадка, а где это все размещать? Места-то нету. Вот, если мы рассматриваем, скажем так, какую-то территорию небольшую между жилыми домами, то, безусловно, встает вопрос в балансе территории. Разместили спортивную площадку или сделать большое количество парковочных мест? Побольше расширить. Это того, что на тот момент, когда, скажем так, велось строительство домов, были одни нормы, сейчас, к сожалению, у нас в каждой семье не по одной, а то и две машины. А то и две и три, да. Поэтому, конечно, не хотелось бы создавать автопаркинг под окном, но, тем не менее, разумно подходить к этому вопросу. То есть, когда мы рассматриваем микрорайон в целом, соответственно, мы можем просчитывать в соответствии с нормами и требованиями необходимое количество спортивных площадок, детских и так далее, как я уже говорила, и процент озеленяемой территории, и, соответственно, также размещение и автопарковок. То есть, чтобы это было сбалансировано, допустим, за счет крупной спортивной игровой площадки, которая может находиться, скажем так, на территории... ...на микрорайон, да, безусловно. И, скажем так, чтобы не в каждом дворе была та же самая детская игровая площадка, она, наверное, в каждом дворе и не нужна. Конечно. Понятно. Но вот такое комплексное благоустройство, оно ведь подразумевает достаточно серьезное финансирование. Но вот это пилотный проект, посмотрим, скажем так... То есть вы его сейчас дорабатываете, готовите документацию и отправляете на утверждение в правительство? Безусловно. Вот как. То есть людям надо будет подождать как минимум следующего лета? Я полагаю, что да, потому что если проект этот получит одобрение, то, безусловно, и финансирование в бюджете будет предусмотрено для этих целей, и надеемся, что будет реализовано, наверное, уже в 2016 году. Понятно. Татьяна Игоревна, а вот в этих вот комплексных проектах по благоустройству, вернее, проекты по комплексным благоустройству, вот не подразумевается, понятно, потому что это парковки, места там для отдыха, лавочки, детские площадки, спортивные площадки, все понятно. А вот какие-нибудь такие вот интересные архитектурные, малые архитектурные формы, потому что вот эта вот идея, например, с такими оригинальными скульптурными композициями, как, например, в Дендерпарке около музейно-выставочного комплекса, да, как на площади цветов нашей фестивальной площади, да, это вообще оригинальное достаточно решение. Я представляю просто вот сосняк, здесь вот остановка, дом культуры на Фрезерном, начинаются дома, и вдруг вот такая какая-нибудь белая сова сидит, да, ну, интересно было бы, вот это не предусмотрено, полет фантазии. Что касается малых архитектурных форм, то, безусловно, скажем так, применение и места мы им находим. У нас также есть проектное предложение на комплексное благоустройство, реконструкцию парковой зоны Сосновый Бор, где старый фрезерный, где предусмотрено размещение персонажей Виталия Злотникова, наш земляк, вот, но пока сейчас еще, скажем так, вопросы... Улицы Розюкова там не будет? Там будет сова, там будет еще у нас... Ну, кот, естественно, я так думаю, будет. Ну, кот и несколько персонажей из его сказок. Хотя я не помню по мультику, чтобы он лазил на сосны, честно признаться. На пальмах был, на каких-то лиственных деревьях был. Понятно, то есть, скажем так, это будет парк по мотивам вот замечательных рассказов и сказок Злотникова, Виталия Злотникова. Ну что ж, достаточно оригинально будет. Татьяна Игоревна, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, дорогие дамы. Выглядите прекрасно в этот летний вечер. Татьяна Игоревна, у меня такой вопрос. Вот особенно сейчас после таких ливней, которые прошли, потек вал так сильно со стороны универмага. Но сердце кровью обливается. Когда же будет ремонт? Уже вот эти вот вымы, они просто вот уже по всему валу. Ведь мы же потеряем памятник от российского значения. Это первый такой вопрос. Или это мы теперь тоже не решаем на месте? Наверное, это все Москва, да? Я сейчас песню. Тогда повторите для бестолковых. Кто делает теперь генеральный план развития города? Тоже Москва? Безусловно. И мы уже к этому вообще руки не прикладываем? Ой, хорошие вопросы. Спасибо. Спасибо за вопрос. Итак, наш вал многострадальным, по которому лошади скачут, фейерверки запускают. Федеральный ведь объект, если меня память не изменяет. Да, памятник федерального значения. Соответственно, вопросы возникают у нас по, скажем так, реконструкции. Да, вот эти, скажем так, так называемые. Ну и там, скажем, и вот эти тропинки размываются. И там еще плюс. Вот в прошлом году там собаки бездомные вырывали себе со стороны универмана. Да, эрозия почвы. Поэтому что можно сказать? Техногенного характера. Техногенного характера. Антропогенного характера, я бы сказала. Поэтому что можно сказать? К сожалению, вопрос этот поднимался неоднократно, но с Министерством культуры Московской области нам необходимо согласовывать все работы. И чтобы, скажем так, органы местного управления могли применить какие-то меры воздействия, это тоже недопустимо. Что касается вопроса, значит, развития, разработки генерального плана, хотелось бы сказать, что я уже упомянула ранее, значит, генеральные планы городского поселения Дмитров и всех, значит, городских и сельских поселений, за исключением сельского поселения Синьковское и сельское поселение Габовское, которые у нас уже утверждены. Сейчас контролирующим органом по разработке и координации работ является Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области. На завершающем этапе у нас сейчас в правительстве Московской области генеральные планы городского поселения Икша, городского поселения Деденева и городского поселения Яхрома. Все остальные поселения, которые я не назвала, они в стадии разработки. Выиграв конкурс, разработчиком остался ГУП Непи градостроительства, который ранее занимался генеральными планами нашего района. Соответственно, у нас остается только набраться терпения, ввиду того, что срок, определенный законом, это июнь 2016 года. Поэтому до июня 2016 года генеральные планы района должны быть все утверждены. — Понятно. То есть у нас опять, скажем так, техническая подготовка, фирма, скажем так, делает, утверждает Москва. — Да. Проведение публичных слушаний за нами и утверждение на Совете депутатов. — Все понятно. Понятно. Волжалка просто, как и многие другие наши объекты натурного наследия, на которой вот именно район не может, который находится на территории и района, и район не может принять мер для того, чтобы сохранить это все. Желание-то есть у района, но, к сожалению. Так, здесь федеральные компетенции, не будем прыгать, ваши главы. Два вопроса к вам через интернет. Владимир Алексеевич Герасимов хочет приобрести земельный участок для индивидуального жилищного строительства. Очень просит сообщить ему на электронную почту адрес организации, предоставляющей земельные участки для ИЖС и места их расположения в Дмитрове и поселок Некрасовский. Контактная информация есть? Поможете человеку? — Я могу либо отправить информацию, либо пояснить в эфире. — Ну, пояснить. Вот давайте поясним, потому что, я думаю, не один Владимир Алексеевич озабочен вот таким проблемой. То, что сейчас с этим проблемы стали возникать. — Право, значит, любого, скажем так, гражданина обратиться за предоставлением земельного участка. Формирование осуществляет отдел архитектуры и градостроительства. Что нужно от населения, либо от граждан? Это заявление и выкопировка из публичной кадастровой карты с местонахождением, месторасположением, значит, планируемого к формированию земельного участка. На остальной стадии работы по формированию, значит, земельного участка за отделом архитектуры и градостроительства. Но могу сказать сразу, что в среднем, чтобы, скажем так, люди понимали, занимает оформление земельного участка в районе 240 дней. — И то, и больше дней. — А то, и больше. И более того, хотелось бы еще добавить, что сейчас мы в соответствии с регламентами, которые нам направили для работы Министерства имущественных отношений, на стадии утверждения схемы границ направляем проект в Министерство имущественных отношений. И чтобы было понимание, когда, скажем так, уже Комитет управления муниципальным имуществом направляет на предоставление, то, опять же, в Министерство имущественных отношений, то, скажем так, право аренды может быть также по заявлению... — Кому угодно. — Кому угодно. То есть это не говорит о том, что ваш земельный участок останется или достанется именно вам. — Но получается, что человек должен сам найти свободный земельный участок и подать на него заявку. — Конечно. — А вот такой вот организации, где есть свободные участки по ДЖС, нету, да? — Нет. — Нету, к сожалению. Так, Татьяна Борисовна задает сразу три вопроса. Первый. Где и у кого можно получить разрешение на размещение рекламной конструкции? — МБУ РИД. — Оно находится территориально? — Торгово-промышленная палата, второй этаж. — На втором этаже. — Значит, второй вопрос. Как узнать, какую рекламу вешает может предприниматель, а какую нет? — Если это касается рекламно-информационной конструкции, ну, раньше она называлась вывеска, то у нас строгие требования. Высота у нас 0,5. — Полметра. — Полметра. — Так. — 0,5. И длина до 5 метров. Ну, опять же, мы смотрим, конечно же, место размещения, как оно впишется и будет размещено на фасаде, не будет ли оно нарушать облик здания, безусловно. И, конечно, приоритет — это буквенная реклама. — Понятно. Третий вопрос. Будет ли каким-то образом организована компенсация организациям за покупку вывесок в едином стиле и разработок проектов? — Это тоже вопрос, который не в моей компетенции, поэтому я не смогу в него. — Ну, скажем так, Татьяна Борисовна, как я поняла, для начала обратитесь в торгово-промышленную палату, второй этаж, фирма... — МВУ РИД. — МВУ РИД. Вот. Ну, если что, опять-таки, после прямого эфира мы распечатку вам сделаем. Здесь электронный адрес есть, да, мы. Еще телефонный звонок, давайте его примем. Добрый вечер, вы в эфире. — Добрый вечер. — Алло. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Вы знаете, — Я вот по поводу земельного участка. — Так. — У меня земельный участок в собственности. В Унячинский район. — Сельское поселение Синьковское. — Да, деревня Голики. — Так. — Вот. Нам участок выделял Дмитровский торг. У нас все, колышки были забиты. Все, теперь придумали какое-то межевание. Это обязательно делать? — Спасибо. — Что касается межевания. Когда участок был вам представлен, я так полагаю, что он был поставлен на кадастровый учет по условной форме B1. Поэтому хотелось бы сказать, что в соответствии с действующим законодательством границы вашего земельного участка должны быть установлены. Это как раз и подразумевается процессом межевания. — Понятно. То есть уже четко, чтобы географические точки все были определены? Это привязка к местности. — И чтобы, скажем так, при коснись строительстве или продаже участка не возникло никаких судебных уже проблем? — Безусловно. — То есть межевание надо обязательно проводить? — Да. — Но это, наверное, касается тех участков, на кого еще вот эти вот синенькие, так называемые, не современные вот эти свидетельства о праве собственности с голограммой, а вот эти старого образца еще? — Старого образца. — Потому что вот эта женщина сказала, что Дмитровский торг, это значит, выделялось, наверное, в начале 90-х. — Безусловно. — Татьяна Игоревна, такой еще вопрос. У нас и в прошлом году, и в этом году очень большое внимание, опять-таки, по губернаторской инициативе уделяется сохранению парков и скверов и благоустройству. У нас Дмитров очень зеленый город, яркий, красивый, деревьев много. Вот идут плановые работы по уборке вот санитарных вот этих вот сухих деревьев. Жаль, конечно, эти вековые вязы, но они сухие, они действительно уже рискуют упасть. Где-то вот, или это все-таки больше отдел экологии у нас занимается, чем вы, именно по небольшим скверикам, небольшим паркам на территории, например, Дмитрова. Планируются какие-либо работы по благоустройству или нет? Потому что, в частности, например, вот Тополинный сквер на Большевицкой улице около Дома культуры экскаваторного завода, он достаточно, скажем так, запущен и заброшен, требует приложения сил. Что-то там будет проводиться или нет? Другие вот такие пятачочки зелени у нас есть. Ну, я могу сказать о том, что это, конечно, вопрос уже к отделу экологии. То есть не ваша компетенция. Да, не наша компетенция. Игорь Станиславовичу Невскому. Игорь Станиславовичу Невскому, который, наверное, ответит на все эти вопросы и даст пояснение, каким образом и, значит, проходят у нас санитарные рубки по городу, и какие деревья выбирают для этих целей. И как вообще проводится благоустройство на территории вот этих сквериков. Безусловно. Понятно. Татьяна Игоревна, вопрос есть для вас. Давайте его выслушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня интересует... Якомское поселение, Левобережье, 6-й дом. Нас интересует вопрос по благоустройству домовой территории. Вот в данный момент сейчас у нас это происходит. Объясните, пожалуйста, ситуацию. Как можно делать, облагоустраивать территорию, вырубая 30-летние липы, вырубая клены, березы, убирая сушилки для белья, и теперь нам устроили здесь газовую камеру. Теперь стоят только одни машины под окнами, еще нет освещения, сушилки так и не восстановили. Это что, разрешено такие деревья рубить? Подскажите, пожалуйста, территорию... Левобережье, дом 6, Яхрама. А, Яхрама? ГП Яхрама. Значит, что касается... Левобережье, дом 6, я записала. Левобережье, дом 6. Что касается, значит, этой территории благоустройства, могу сказать, что с отделом архитектуры комплексное благоустройство территории придомовой не было с нами согласовано. Но беру вопрос на заметку и, скажем так, проверю, переговорю с администрацией городского поселения Яхрама, выясню, и, конечно, безусловно, с выездом на место. Понятно. Потому что, наверное, убирать вот эти хозяйственные территории, детскую площадку, ну, все-таки нельзя. Там двор достаточно большой, дом здоровый. Вот, Левобережье, дом 6. Я представляю эту территорию, но хочу сказать, что, возможно, скажем так, работы по комплексному благоустройству еще не завершены. Что касается вырубки и спиливания деревьев, тут, наверное, вопрос уже к администрации. Ну, к администрации Яхрама. Но вы возьмете на контроль. Возьму на контроль, переговорю и обязательно съезжу на место, посмотрю. Понятно. Татьяна Игоревна, еще телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в эфире. Еще раз добрый вечер. Еще раз. Татьяна Игоревна, я вам уже звонила, вот первый вопрос мой был. Но на третий вопрос меня отключили, я не успела задать. Извините. Поэтому скажите, пожалуйста, вот из всех ваших слов получается, что любое строительство в городе утверждает Москва. Тогда вопрос, кто разрешил в охранной зоне построить магазин на улице Загорской, который своей махиной выпирает на тротуар, люди идут, возмущаются, зайдите на Загорской в любой магазин, просто все возмущаются. И потом закрывают они там и площадку. Написали на плакате, что это будет магазин доступной, шаговой доступности. Но смешно, как будто это в пустыне сделают. Спасибо за ваш вопрос. Актуальная тема. Тем более, да, там этот торгово-офисный центр абсолютно закрывает и дом графини Милютиной, памятник опять-таки архитектуры. И, в общем-то, вот получается, Москва разрешила? Получается так. Ну, это не Москва разрешила. Разрешение получено в соответствии с действующим законодательством. Проект планировки на эту территорию был разработан. Также проведены публичные слушания. Вот здесь я хотела бы, скажем так, обратиться к населению. Когда проводились публичные слушания, вы могли выйти, дать свои предложения и замечания. Тогда этот проект не имел места и не строился в настоящее время. Зачастую у нас, у населения, скажем так, позиция, мы пропустили. Хотя эта информация публичная, она имеет, скажем так, место и размещена на сайте официальной администрации Дмитровского муниципального района. Когда, где, то есть место будет проводиться публичное слушание, по какому вопросу, здесь, по этому объекту могу сказать, что и проект планировки разработан, и утвержден, и проведены публичные слушания в соответствии с действующим законодательством. И, к сожалению, от жителей, от населения слушания, замечания и предложения не поступило. Понятно. Поэтому проект стал быстро воплощаться в жизнь. Понятно. Сделать уже ничего нельзя. К сожалению, нет. Еще телефонный звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. 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 Здравствуйте, мы вас слушаем. Меня зовут Татьяна. Я живу по адресу Большевистский переулок. У нас здесь единственная дорожка между домами, которая спускается вниз к остановке. Ее размыло. Никого. Она абсолютно бесхозная. И ходить там невозможно. Это, по-моему, 416-й дом, да? Ну, вот там. Там идут дома двухэтажные вниз к дороге к остановке на улицу Космонавтов, которая идет в детский санаторий. Там действительно она была в советские времена. Но сейчас она просто в жутком состоянии. Ходить там больше негде. Спасибо. То есть это Большевистский переулок между забором нового дома, вот Афиновского, Большевистская 20, а тут, получается, вот эти старые сталинские дома. И там действительно, да, там потоком воды размыло, а больше там идти негде. Там получается забор, вот эта дорожка, дома, и дальше проезжая часть. Вот кто все-таки может посодействовать, чтобы там сделали вновь нормальный тротуар? Ну, во-первых, это вопрос уже к отделу ЖКХ. ЖКХ, так. Что хочу сказать? Вы передадите? Я его запишу, передам. И в рамках комплексных работ по благоустройству, которые запланированы на этот финансовый год, я полагаю, что этот вопрос будет решен. Понятно. Еще телефонный звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Поселок Новосеньково. Дома 47, ой, 51-й. Напротив этого дома построили кафе. Весь дом был против, но кафе строится, закрыв почти большую часть детской площадки, где дети играли в футбол. Спасибо. Пожалуйста. Новосеньково, 51. Новосеньково, боюсь, что сейчас я не отвечу на этот вопрос, ввиду того, что в соответствии с 131-м законом о переспределении полномочий в России... Это поселение? Это поселение. Это поселение выполняло, я сначала градостроительную деятельность, но, скажем так, беру на себя проконтролировать, выяснить ситуацию, было ли выполнено в соответствии с действующим законодательством, получена исходно разрешительная градостроительная документация, и отвечу вам уже, скажем так, дополнительно, если контактный номер телефона вы свой оставите. Если вас не затруднит, вы сейчас попробуйте перезвонить нашему видеоинженеру продиктовать какую-то контактную информацию. Это касается нашей телезрительницы, которая звонила из Новосеньково, дом 51, по поводу строительства кафе. Пожалуйста, перезвоните и оставьте контактную информацию, чтобы Татьяна Игоревна с вами потом лично связалась. Так, Татьяна Игоревна, еще телефонный звонок. – Добрый вечер, вы в эфире. Алло. – Алло. – Здравствуйте, мы вас слушаем. – Еще раз здравствуйте. – Еще раз здравствуйте. – Извините, пожалуйста, что я еще раз беспокою вас. – Очень замечательно. – Я звонила по поводу отмежевания. – Да. – Но мы еще его не делали, но участок сами померили, и вот у нас получается где-то полторы или две сотки лишнего. – То как с этим потом быть? – Вы можете оформить эти полторы сотки, если вы сейчас еще, скажем так, основной участок не занимались межеванием, в рамках перераспределения земли. Это тоже вы обращаетесь в отдел архитектуры. Делается, значит, межевание, обмер земельного участка, делается схема границ на кадастровом плане территории уже с этой прирезкой, которая у вас идет. Но оформление земельного участка, вот этого дополнительного, пойдет через Министерство имущественных отношений. – То есть и займет достаточно длительное время. – Да, нужно на это, конечно, это понимать и рассчитывать на, как я уже сказала, определенный срок. – Как минимум 240 рабочих дней, ну то есть год фактически. – 80. – Ну, получается, в общем-то, так, учитывая, что праздники, еще какие-нибудь там накладки. Специалист ушел в отпуск в Москве, отдохнуть приехал, в Дмитровский район, как всегда. Но межевание нужно сделать обязательно, и плюс межевание вот на это, вот там полторы-две сотки. – Ну, если сейчас, скажем так, человек хочет оформить и дополнительную еще пререзку в виде полтора соток, то, скорее всего, я бы рекомендовала оформлять это в рамках переспределения земли. – Ну, скажем так, опять приходите к вам в архитектуру. – Кстати, у вас приемные дни какие? – Приемные дни у нас остались с вторника четверг, с 9 до 16.00, обеденный бюджет с часу до 2.00 и понедельник и пятница – это для юридических лиц до часу, с 9 до часу мы принимаем. – Ну, понятно, то есть физические лица граждане – это вторник, четверг? – Ну, хотела бы обратить внимание, что с 1 июля у нас прием по всем полномочиям, по всем услугам осуществляется на базе МФЦ. – Это на Махаллино? – На Махаллино. Поэтому, если, конечно, вопросы какие-то у вас спорные, либо требующие, скажем так, дополнительной какой-то проработки, соответственно, мы ждем вас, получите разъяснение, компетентное, грамотное. – То есть это в отдел архитектуры? – В отдел архитектуры. Но если вы хотите получить разрешение на строительство, на индивидуальный жилой дом, либо оформить перепланировку, либо присвоить адрес, то, милости просим, в МФЦ. – В МФЦ на Махаллино. Там, по-моему, очередей проблем абсолютно нет. – Прием там каждый день осуществляется с 9 до 8 часов, и даже по субботам все для удобства населения. – Ну, в общем-то, да. Самое главное, по-моему, там особо очередей нет. Не надо часы тратить. – Более 100 окон, даже боюсь назвать 100 с чем-то, по всем сферам деятельности. – Татьяна Игоревна, последний мой вопрос на сегодняшнем прямом эфире, потому что у нас осталось буквально 7 минут. Что за работы планируется на улице Профессиональной? – Это, я так понимаю, вот от перекрестка около юности и вот вся-вся-вся-вся до Лорана, да, где-то или нет? Или поближе? – Да, до Лорана. Значит, у нас сейчас подготовлено проектное предложение по комплексному благоустройству этой территории и озеленению с устройством пандусов. Там у нас несколько лестничных маршек на этой территории. – Да, есть. – То есть у нас проезды, где торговые ряды, и внизу уже как бы тротуар. Поэтому зачастую как бы люди с ограниченными возможностями и маломобильные группы населения, молодые мамы с колясками, пенсионеры, получается, не могут перейти, скажем так, уже на нижний уровень. Соответственно, предусмотрены пандусы, то есть дополнительно на этих лестничных маршей. Будет очень много работ и высажено декоративно-лиственных, красиво цветущих хвойных растений. Вот. Возможно, скажем так, сейчас будет это не в один этап, а разбитые этапы, потому что это, скажем так, работа очень длительного времени, плюс очень значительное финансирование потребуется для этих работ. Поэтому сейчас рассматриваем возможные варианты и надеемся, что будет реализовано в ближайшее время. – Понятно. Татьяна Игоревна, последний телефонный звонок на сегодняшнем эфире принимаем, потом блиц с интернета и все. Договорились? Добрый вечер, вы в эфире. – Здравствуйте. – Здравствуйте. – Добрый вечер. – Вот такой вопрос у нас, даже просьба. Дом на второй этапе, наверное, 1А, там у нас фасад уже зацел с зеленым ухом, и никто ничего не делает. – Ну, вторая инженерная, дом 1А. – Вторая инженерная? – Вторая инженерная, да. – 1А, да? – Да. – Вторая инженерная, 1А. Фасад порос мохом, никто ничего не делает. Мхом. – Так, ну, что я хочу сказать. У нас сейчас выборочно по городу вошли дома в программу капитального ремонта. Что касается по адресу вторая инженерная, 1А, не готова сейчас сказать, стоит ли он в этой программе и запланированы ли какие-то работы. Но могу сказать, в свою очередь, что данный вопрос, ваш вопрос я возьму на заметку, выясню, потому что эти вопросы и, скажем так, капитальные ремонты фасадов жилых домов – это компетенция у нас отдела ЖКХ. – Да. Я проясню, и если вы оставите свой контактный номер телефона, то, безусловно, с вами свяжемся и дадим информацию полную исчерпывающую. – Понятно. Так, Ирина Соловьева задает вопрос, будет ли, наконец, перекрыт проезд для автомобилей по аллее на улице Марково, это между школой номер 9 и детским садом номер 19. После того, как там вырубили кусты шиповника, автомобили без всякого стеснения ездят прямо по пешеходным дорожкам. Они уже между молоденькими деревцами ездят, как им хочется. – Пожалуйста, установите там ограждение, наконец-то. Ваша компетенция? – Вопрос, скажем так, который задала Ирина, который уже, скажем так, наболевший у жителей. – Наболевший, очень наболевший. – Территорию эту хорошо знаю очень, потому что, да, действительно, была она, скажем так, заброшенной. Вырубили в свое время кустарник, были посажены красивые декоративно-лиственные яблони, но на этом, скажем так, работы не заканчиваются. Сейчас отделом ЖКХ совместно с отделом архитектуры и градостроительства проработаны вопросы по благоустройству комплексному микрорайонов Аверьянова и Маркова. И, скажем так, вот эта территория, которая уже требует вмешательства, потому что, действительно, ситуация вышла из-под контроля, будут установлены ограждения в виде столбиков на этой территории, с тем самым, чтобы не допустить и ограничить заезд автомобилей. – Понятно. Ну и последний вопрос, вот озвучу, от Светланы, хотя, мне кажется, он не столько вам, сколько замглавы по строительству, господину Титову. Она задает вопрос, что вот качество все-таки построения домов стало несколько ниже, чем было раньше, на ее взгляд. С чем это связано? – Здесь все-таки нужны специалисты по строительству, а не те люди, которые планируют архитектурный облик нашего города. – Я могу сказать, что, наверное, вопросы за качеством строительства и контроль – это, опять же, некомпетенция отдела архитектуры. И, наверное, на эти вопросы вам ответит более компетентно застройщик, либо, наверное, наш зам по строительству Титов Алексей Викторович. – А он, в общем-то, скоро, я думаю, в сентябре будет в прямом эфире, так что, Светлана, пожалуйста, дождитесь и задайте этот вопрос ему. Он, как строитель, вам обязательно ответит и выскажет свою точку зрения. Татьяна Игоревна, я благодарю вас за то, что вы сегодня так успешно провели дебют, ответили абсолютно на все вопросы, рассказали об интересных проектах, объяснили ситуацию, почему, к сожалению, наша местная власть и рада бы, да теперь многое не может сделать. И я думаю, что, скажем так, люди будут более уже с интересом относиться к тем благоустроительным комплексным работам, которые сейчас идут и в микрорайонах, и на улицах нашего города. И я надеюсь, что хотя бы раз в год вы будете приходить к нам и рассказывать о тех перспективах по благоустройству, улучшению архитектурного облика нашего города и поселений, чтобы мы были в курсе. Спасибо. Хотя мы гуляем по улицам города и все, в общем-то, видим. Надо просто обращать на это внимание. Я вам желаю всего самого наилучшего. Еще раз поздравляю вас с дебютом. Спасибо. Я напоминаю, что гостем студии сегодня у нас была начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Дмитровского муниципального района Татьяна Игоревна Потапова. Ровно через неделю, 6 августа в четверг, вновь будет прямой фильм. Гостем студии станет Анна Федоровна Садова, начальник управления культуры администрации Дмитровского муниципального района. И, конечно же, тема и архитектуры, и истории, и культуры у нас будет продолжена. У нас вот получается два эфира на такую вот творческую тему. Так что ровно через неделю, 6 августа, включайте телевизор и смотрите. Гость студии будет, повторяю, Анна Федоровна Садова, начальник управления культуры нашего района. Я вам желаю всего самого хорошего. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин